Дональд Трамп оправдан. Финальное голосование по импичменту 45-му президенту США не набрало необходимых две трети голосов. В пользу обвинения проголосовали только 57 сенаторов из 100. Лишить Трампа президентских привилегий были готовы все демократы, а также семь республиканцев. Лидер республиканской фракции в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что Трамп ответственен за штурм Капитолия 6 января. Однако, по словам республиканца, в юридическом смысле обвинение в подстрекательстве не имеет силы. Импичмент – это узкий инструмент для конкретных целей. Это орудие защиты страны от государственных деятелей, которые совершили грубые проступки на посту. Если бы президент Трамп все еще находился у власти, я бы серьезно задумался, смогут ли менеджеры импичмента доказать эти конкретные обвинения. По строгим уголовным стандартам, речь президента, вероятно, не была подстрекательством. Однако, если бы Трамп все еще находился у власти, Сенат, возможно, решил бы, что это приемлемое решение. В свою очередь, демократы, возмущенные результатами голосования членов республиканской партии, оправдание Дональда Трампа называют малодушным решением. Если прислушаться к объяснениям Митча МакКоннелла и других республиканцев, которые проголосовали против обвинения, все они ссылаются на юридическую сторону, на компетентность органа Сената в деле. Даже если бы у нас было 5000 свидетелей, Митч МакКоннелл все равно говорил бы, что Сенат не может судить бывшего президента. Мы заявляем, что это, конечно же, совершенно не так. Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, против которого дважды начинали процедуру импичмента. Он же стал первым, кого дважды оправдали. Напомню, в 2019 году Трамп угрозил досрочный уход с поста за давление на президента Украины Владимира Зеленского. 13 января этого года Сенат во второй раз объявил Трампу вот ум недоверия. Его обвинили в подстрекательстве к бунту. 6 января сторонники 45-го президента США штурмовали Капитолий, пытаясь сорвать утверждение результата выборов. В столкновениях погибли пять человек.